Великий актер, режиссер и сценарист. Он получил звание народный артист СССР, был трижды женат, но из-за патологической ревности и злоупотребления горячительного все браки распадались. Как сложилась судьба Владимира Басова и его единственной дочери Елизаветы? Он родился в Белгородской области в семье красного комиссара и учительницы. Когда маленькому Вове было всего лишь 7 лет, не стал отца. Он воевал вместе с Василием Чапаевым и погиб в Средней Азии. Мама уделяла много времени сыну, благодаря чему мальчик сразу пошел учиться в третий класс. А вот поступление Басова во ВГИК отложилось. Виной всему стала война. Пришел наш герой с фронта с медалями и орденом Красной Звезды, но в одном из боев был тяжело контужен. Со своей первой супругой Розой Макогоновой Владимир познакомился еще в институте. Она исполнила одну из ролей в первом фильме Басова «Школа мужества». Вторая супруга Наталья Фатеева родила сына Владимира. Но необоснованная ревность и злоупотребление спиртным разрушили этот брак, когда мальчику не было и двух лет. А вот в третьем браке с актрисой Валентиной Китовой на свет появилось двое детей. Сын Александр стал кинорежиссером, а вот о судьбе единственной дочери Владимира Басова мы и хотим рассказать. Лиза родилась, когда Владимиру было уже 47. Он любил сыновей, но всегда мечтал о дочери и всегда с особой любовью относился к ней. Елизавете было только 8, когда родители расстались. Владимир сильно ревновал с супруга, а из-за алкогольной зависимости переставал себя контролировать. Валентина Титова оставила детей отцу и ушла жить к кинооператору Георгию Рербергу. А Владимир Басов долго надеялся, что супруга вернется, но напрасно. Дочь Лиза стала балериной. В 90-х девушка отправилась на заработки в Грецию по контракту, но ее трехмесячная командировка затянулась на долгие годы. Она вышла замуж за Грека и родила дочь Ариадну, но супруги расстались. А волею судьбы или случая Елизавета вышла во второй раз замуж за врача, который принимал у нее роды. Но и эти отношения были недолгими. Сейчас Елизавете Басовой уже 53, она с дочерью живет и работает в Париже, а в гости к ним часто прилетает бабушка Валентина Титова, которая в свои 80 лет выглядит просто великолепной. А как вы думаете, почему ни одна из трех жен не стала бороться за мужа и не заставила его лечиться?